День молодежи в Владивостоке дата всегда особенная. По традиции основные праздничные мероприятия развернулись на набережной спортивной гавани. Первыми день М отметили грибцы. Традиционно в акватории на радость зрителям и спортсменам-любителям прошли соревнования по гребле на лодках класса дракон. Здесь же на набережной жители и гостей приморской столицы ожидали 15 площадок культурной, спортивной и научно-развлекательной тематики. Как называется самый крупный монумент города, посвященный освобождению от японских захватчиков и свержению самодержавия, в композиции которого присутствуют семь мужчин, одна женщина и один орел. Кому во Владивостоке поставили поющий памятник? С какого года наш город празднует день рождения? Специально искать желающих сыграть в интеллектуальную викторину не пришлось. Молодые люди буквально выстраивались в очередь, чтобы проверить свои знания и истории родного города. Ну я решила попробовать, почему бы и нет. Тем более вопросы были несложные. Все вопросы жители в Владивостоке знают точно. Я думаю, что элементарный вопрос совершенно. Ну, некоторым полезно будет узнать, некоторым вспомнить то, что забыли когда-то, а гостям просто ознакомиться. Здесь же на верхней площадке устроили фотовыставку. Фотосушка – так назвали международный выставочный проект по обмену снимками. Большой популярностью пользовалась и площадка у главной сцены. Здесь перед зрителями выступали творческие коллективы, устраивали косплей-шоу, даже разыграли летний кубок КВН. Направленно пришли посмотреть выступления. Летний кубок КВН мы пришли посмотреть. Ну, когда в праздники, как бы что еще делать, не сидеть же. Сериала уже достаточно, так что можно послушать смешные шутки. Молодежь – это же движущая сила нашего города, да и всей страны. Вот, и без этого просто никак. Здесь мы можем просто отдохнуть, пообщаться, посмотреть на мероприятия, посмотреть друг на друга. А вот в районе спорткомплекса «Олимпийц» расположились площадки для любителей спорта. Здесь прошли соревнования роллеров. У входа в «Океанариум» работала музыкально-танцевальная площадка «Ритмы улиц», на которой выступали владивостокские танцоры и музыканты. А напротив развернулась площадка с выступлениями по трикингу. Самых ловких наградили, в том числе и денежными призами. Ну, а всех желающих тут же записали в секцию. А тем временем в амфитеатре уже чествовали тех, кто сумел не только предложить, но и реализовать свои проекты, положительно повлиявшие на жизнь города. В праздник премию «Молодежный вектор» вручили самым активным представителям владивостокской молодежи. Каждый год, начиная готовиться к этому празднику, мы задаем себе вопрос, что мы хотим сделать этим днем, что мы хотим сделать этим праздником. Ответ лежит на поверхности. Мы хотим, чтобы все жители города увидели, какие они молодые, какая она треть населения Владивостока. Мы хотим, чтобы это не было связано со стереотипами, что молодые они несознательные, что они неактивные, что они пассивные. Это не так. А в завершении насыщенного дня перед зрителями выступили популярные музыкальные коллективы группы «Люси», «Стар Кардиган», а дальше состоялась вечеринка в стиле «Диджей Баттл». Инна Щедрова, Руслан Мартынычев, Новости на Восьмом.